Как дела, друзья? Мы на Зилджиан Лайвсе, я зовут Второй. Я сижу рядом с человеком, который не нуждается в представлении. Вы, ребята, знаете его как величайшего барабанщика современности, легенду, пример для подражания многих из нас. Один и единственный в своем роде, мистер Деннис Чемберс. Спасибо, спасибо. Спасибо большое. Деннис, так классно, что ты сегодня с нами. Я очень благодарен тебе, что ты стал частью этого мероприятия. Что я могу смотреть на тебя? Ты являешься вдохновением для многих из нас. Мы это очень ценим и любим тебя. Ну да, спасибо. Как я уже ранее сказал, если бы я заранее знал, что ты не собираешься играть на этом мероприятии, то я бы вряд ли сам пришел. Меня просто одурачили. Нет, не говори так. Меня обвели вокруг пальца. Мы обязательно найдем время, чтобы поиграть вместе. Обещаю. Деннис, я бы хотел обсудить с тобой парочку вопросов. Первое. Ты был очень успешен и имел возможность заниматься своим любимым делом на протяжении очень длительного периода времени. Твоя карьера развивалась десятки лет, и ты до сих пор в строю. Как тебе удается делать все это на таком высоком уровне? Конечно, твоя игра, она просто невероятная. Она вне времени. Но должно же быть еще что-то, кроме игры. Ну, давай начнем с того, что я стараюсь быть музыкальным. Мне кажется, что у меня это получается. Я никогда не стремился к безумно сложным ритмам. Хотя, конечно, умею их играть. Но я на этом никогда не концентрировался. Когда я выхожу на сцену или сажусь за барабаном в студии, я думаю о том, как мы вместе можем заставить эту песню работать. Дело не во мне. Дело в нас. Если вы умеете читать ноты, то, наверное, замечали, что в нотах написано «барабаны». Там не написано «Стив Гэтт» или «Винни Калайута» или «Дэйв Уэйкл». Там нет никаких имен вообще. Там есть слово «барабаны». Это означает, кто бы ни играл эти ноты, если он может это сделать хорошо, то его возьмут на работу. Так что я старался делать именно так. Этому я научился у Стива Гэда, у Стива Джордана. В общем, в очень раннем возрасте. Стив Джордан – один из самых недооцененных барабанщиков. Я слышал, как он играет очень много раз. Стив Джордан, Стив Гэтт и Питер, Питер Эрскин. Они как хамелеоны. Когда дело касается музыки, вы можете дать им сыграть что угодно. Если вы закроете глаза и попросите их сыграть, например, регги, Джордана или Гэда, то вы моментально представите себе человека с дредами. Так круто они играют. Вот мне тоже так хотелось. Если, например, я играю с Джоном Маклафлином или Джоном Скофилдом, или Кевином Юбэнксом, то при необходимости я могу добавить некоторое количество нот. Но я никогда не стремлюсь устроить из всего этого шоу. Да и не должно быть никакого барабанного шоу в этом случае. Никогда. Не могу сказать, что многие молодые барабанщики придерживаются этого правила. Некоторые даже приводят на концерт специальную группу поддержки. И когда они играют что-то, как им кажется, особенное, то их друзья кричат Да-да, волчья стая. Как ты знаешь, я раньше посещал эти барабанные мероприятия в Балтиморе, где участники старались переиграть друг друга. Они собираются вместе, играют, и играют просто феноменально. Но, как мне кажется, они немного заблуждаются, называя все это музыкой. Это совсем не музыка. Давным-давно я как-то сказал Тони Ройстеру, ты можешь выучить все брейки в мире и считать себя самым лучшим в мире барабанщиком, но если твой телефон не звонит, то тебе нужно задуматься. Или если ты получил работу, и тебя уволили прямо перед началом тура, то тебе нужно задуматься. Совершенно верно. Что касается меня, никогда в жизни меня не увольняли с работы. Ни один артист. Группа могла распаться, например, из-за того, что люди потеряли интерес друг к другу, и начинали какие-то новые проекты и так далее. Я думаю, именно поэтому мой телефон всегда звонит. И что еще очень важно, это сохранять хорошие взаимоотношения. Это еще один важный момент. Не нужно заходить в помещение и думать, что ты самый крутой. Играть соло, а потом бросать палочки и тому подобные вещи. О, да, я такое видел. Потому что ты никогда не знаешь, кто может быть среди публики. Чистая правда. Когда я был в P-Funk, я помню, всегда говорил ребятам, вы не знаете, кто может быть в зале. Поэтому нужно выходить на сцену и играть, как в последний раз, самым наилучшим образом. И больше ничего не требуется. Просто нужно быть честным с собой. Играть музыку максимально хорошо. А там уж будь что будет. Да, я вспоминаю, я сегодня разговаривал с Маркусом Гилмором. Мы говорили о тебе, обсуждали это старое видео, где ты играешь с P-Funk. У тебя там слева стояла стойка перкуссии. Господи, какой же крутой у тебя там был грув. И ты играл на той перкуссии. Все было настолько четко, слажено. Было удивительно видеть тебя в этом направлении. И также мне посчастливилось видеть, как ты играешь с многими другими музыкантами. Каждый раз, когда я вижу, как ты играешь, я наблюдаю за твоей способностью полностью слиться с музыкой. А когда приходит время для твоего соло или момента, где ты можешь быть более ярким, то ты делаешь это так же превосходно. Я к тому, что это просто невероятно. Ты знаешь, когда я играю соло, то я все равно стараюсь быть максимально музыкальным. Не пытаюсь просто сыграть много нот. Скажу тебе по правде, когда я раньше занимался, или точнее, почему я не занимался очень длительное время, потому что я не мог слушать себя. Да, мне просто не нравится. О да, у меня то же самое. Ты знаешь, у меня была установка. Pearl прислали мне совершенно новую установку Crystal Beat желтого цвета. Так вот, она простояла полтора года у меня в гостиной. Я просыпался, когда жены уже не было дома, она была на работе, спускался вниз, поворачивал налево и видел эту установку. Останавливался, смотрел на нее около минуты. Делал себе кофе, возвращался к ней и еще немного на нее смотрел. Я слышал, как звучат эти барабаны. До этого я приглашал к себе своих друзей и просил их поиграть на этой установке, чтобы послушать звук со стороны. А сам никогда к ней не прикасался. В общем, где-то полтора года я вообще не играл на барабанах. Я всегда был сторонником теории, что мозг, как компьютер, что туда загрузить, то он и выдает. Такая же аналогия с велосипедом. Если вы не ездите на велосипеде, то вы просто на нем не ездите. Вы не можете забыть, как на нем ездить, если не будете тренироваться. Поэтому, когда вы садитесь играть на барабанах, играйте то, что у вас не получается. Или пробуйте сыграть то, что вы где-то слышали ранее, но не играли до этого. Таким образом тренируется слух. И так вы получите вдохновение для занятий. Я всегда старался думать именно так. Например, я вдохновлялся ритмами Билли Коббома, Джека Ди Жанетта, Тони Уильямса, Ленни Уайта, Гедда, Джордана, Дэвида Ковальди, Клайда Стабблфилда, Зиг Габум. Все эти барабанщики были до меня. Я ставил их пластинки и слушал, слушал, слушал. Пытался понять, что они делают. И даже сейчас у меня есть целые тонны бутлигов Махавишну Оркестра. Когда я включаю эти записи, я понимаю, что они просто с другой планеты. Потому что до них никто так не играл. Я помню, как увидел их однажды. Это было как будто кто-то бросил стейк между двух львов. Именно так Билли звучал в те времена. Я не мог после этого спать два дня. Помню, мне нужно было на следующий день идти в школу, но я закрывал глаза и слышал эти композиции снова и снова. Я не мог ничего из этого сыграть, но я сказал себе, что мне нужно обязательно научиться, и я это обязательно сделаю, иначе я просто умру. Именно так я и обучался. Если не сыграю то, что хочу, то и жить мне не нужно. Я не хотел быть лучше всех, я просто разучивал все эти вещи и старался применить их в музыке. Я говорил себе, если бы я играл в этой песне, то как бы я сыграл? Именно в этом месте начиналось самое интересное. В наше время совсем все по-другому. Ты вспоминаешь о вещах, которые требовали от тебя использования воображения. Именно так ты запоминал и усваивал материал. Теперь же у нас огромное количество разных видео, люди смотрят эти видео и воспринимают материал буквально. И это не всегда приводит к созданию чего-то нового. Да, это грустно. На дворе 2020 год, а музыка деградирует. Перед появлением диска музыка все еще была настоящей. Все экспериментировали, пробовали что-то новое. Возьмем, к примеру, Джимми Хендрикса. У него был джазовый барабанщик. Они взяли басиста, чтобы он играл на гитаре. Джимми нанял его, потому что ему понравилась его прическа. И они стали одной из самых величайших рок-групп. А затем, когда появился Бадди Майлз, ну, просто был улет. Я помню, Митч Митчелл называл его бетономешальщиком. А, нет, то есть бетономешалкой. Когда он играл грув, его было не остановить. Безумие просто какое-то. Так и было. Классное прозвище, бетономешалка. Или возьмем Крим. Эрик Клэптон был блюзовым гитаристом. Джинджер Бейкер был джазовым барабанщиком. А Джек Брюс был джазовым басистом. И когда они собрались вместе, они стали одной из величайших рок-групп. И в те времена это было нормально. Тогда просто было неприличным играть, как кто-то другой. И все крутилось вокруг звукозаписывающих компаний Мотаун Рекордс и Стэкс Рекордс. Все попали под их влияние. И нам тоже пришлось этим заниматься. Эти компании изменили историю музыки. И многие люди об этом не знают. Я родился в 59-м году. В 60-е годы радиостанции были в диапазоне АМ, а не в ФМ. В диапазоне ФМ было всего несколько радиостанций. Там была волна для черных и волна для белых. И вот на черной волне крутили Майлза Дэвиса, Джеймса Брауна, А Рюту Фрэнклин, записи Мотаун и Стэкс. Огромное количество разнообразной музыки и просто глаза разбегались. А сейчас, в 2020-м году, внимание сузилось до нескольких композиций на всех радиостанциях. Как такое возможно? Как это вообще произошло? Да, это безумие. Но тогда было британское вторжение. У меня есть видеокассета, где легенды сами рассказывают о тех временах. Когда Битлз собирались полететь в Америку, кто-то их спросил, с кем бы вы хотели встретиться в Америке прежде всего? Кто-то из них сказал, что они хотят увидеть Чако Берри, встретиться с Литтл Ричардом, Фетсом Домино, они хотели увидеть Мухаммеда Али и еще нескольких человек. Еще они хотели попасть в Грейсленд и увидеть Элвиса. Мы ничего об этом не знаем. И все дело в том, что у нас тут есть проблема с цветом кожи. Есть это разделение. В те времена белое телевидение не хотело упоминать о том, что их кумиры, Битлз, обожают чернокожих музыкантов. Песня Битлз, «She loves you», это же песня Литтл Ричарда. А он пел ее все это время, и никому не было дела. Я не знаю, помнишь ли ты, скорее всего, нет. Была такая артистка Диди Ворвик. У нее была песня «Fool is full». Нет, такой не знаю. У них был очень мощный барабанный звук и грув, напоминающий песню «Nobody is business». И вот оттуда все пошло. Там истоки всей этой музыки. Угадай, кто был за барабанами? Кто? Бернард Пёрди. О, Бернард, круто. Он был звездой в Лондоне, в Великобритании. В те времена все хотели его заполучить. Он был очень-очень хорошим сессионным музыкантом, у которого были замечательные идеи. Иногда нужно получить вдохновение, чтобы достать из себя эти идеи. Но опять же, Бернард приехал из Мэриленда. Он приехал из Элтриджа, штат Мэриленд. Как-то раз мы с ним стояли на Нэм-шоу и обсуждали разные клубы, в которых мы играли в молодости. я начал перечислять клубы в Балтиморе, Клоузет и многие другие. И он сказал, да, я помню такие. А я говорю, как ты можешь их помнить? А он мне, да я же приехал из Мэриленда. Я не мог в это поверить. Я думал, что он приехал из Филадельфии. В общем, да, он жил в Мэриленде. И в этом я сам убедился, когда попал к нему в гости однажды. Какой кайф. Иногда мы не знаем даже, кто живет с нами по соседству. И никто не хочет ходить друг к другу в гости. Да, сумасшедшее время у нас сейчас. Многие музыканты такие, как Эрик Клэптон, Джон Маклафлин, Джефф Бек, Джимми Пейдж. Все они научились играть на гитаре, слушая блюз. Потому что, когда они учились, Лондон бомбили немцы. У них там была всего одна или две радиостанции, принадлежащие Би-Би-Си. И по ночам там крутили блюз. И вот эти ребята сидели, слушали блюз и играли на швабрах. Джон Маклафлин мне сам это рассказывал. И Джефф Бек мне тоже это рассказывал. И даже Джимми Хендрикс, который жил в то время в Сиэтле, он учился играть на гитаре, держа в руках швабру. И когда в итоге они получали настоящую гитару, их интерес был в том, чтобы играть блюз. Это удивительно. Но почему-то никто об этом у нас не рассказывает. Да, есть вещи, которые мы никогда не узнаем. помню, я играл с Мэйсио и Бутси, теми ребятами. Они рассказывали мне истории о Джеймсе Брауне. Не помню уже название ТВ-шоу. У Джеймса был тогда супер-хит. На том шоу был он и Роллинг Стоунс. И вот Роллинг Стоунс стояли за кулисами и смотрели, как выступает Джеймс. И вот Джеймс просто разорвал зал. Типа, если хотите выступать после меня, то вам будет непросто. И когда он вышел со сцены и встретился с Миком, он сказал ему, ну что, теперь твоя очередь. В те дни Мик Джаггер обычно просто стоял на сцене с тамбурином и пел. В общем, они закрылись в своей гримерке и целый час не выходили оттуда, чтобы публика успокоилась. И когда они вышли, и Мик стоял и пел, песню напеть могу, но не помню название, и вот тогда он понял, что нужно что-то делать. Потому что Джеймс до этого просто буйствовал на сцене. В общем, именно тогда Мик начал прыгать и дергать ногами, делать все эти странные движения. И людям это понравилось. и Мик понял, в чем дело. С тех пор он начал очень много двигаться на сцене. И все это благодаря Джеймсу Брауну. Дэнис, хочу сказать тебе, что мне посчастливилось поучаствовать в Зилджен Лайф в прошлом году. И был просто невероятный состав. Уилл Кеннеди, Амар Хаким, Томас Приджин, Лорнел Льюис, Ники Глэспи, Кэз Родригес, и я фантастические музыканты. При этом атмосфера была очень кайфовой. Мы все смотрели друг на друга, то, как играет. Для нас это было что-то типа Зилджен Дэй в Лондоне. Мы обсуждали это событие, как впервые увидели на видеокассете тебя. Саймона Филлипса, Трилока Гурту, по-моему, Грег Бессонет там был тоже. Как мне кажется, у нас было такое же настроение, как тогда у вас. Все собрались вместе, у всех одна цель, все смотрят друг на друга, обмениваются своими мыслями, у всех позитивный настрой. Мне удалось уже послушать, как ты играешь свою композицию на репетиции. Просто сумасшествие. Спад соединил все эти элементы воедино. Ты мог бы немного рассказать об этом опыте? Да, когда я первый раз получил микс, наконец-то получил, так как мне его все время отправляли не на тот адрес. и вот когда я получил его, я послушал. Я немного взволновался. Мне не хотелось делать что-то, что я уже делал когда-то. Мне не хотелось играть старые клише. но с этой аранжировкой спада они прозвучали по-новому. Меня это вдохновило на то, чтобы углубиться в детали. И у тебя здорово получилось. Я сидел там в режиссерской комнате и слушал, как ты играешь все эти ритмы, все эти переходы. Этот материал просто шедевральный. Серьезно. Ты вдохновил не только барабанщиков, но и многих музыкантов тем, что ты играешь. Как ты играешь. Это очень круто. Хочу сказать, что это честь для Зилджин, то, что ты стал частью этого события. Для нас, для всех это большая честь. Просто быть здесь и наблюдать за твоей игрой. Спасибо. Как я уже говорил ранее, после вчерашнего инцидента я не думал, что вообще что-то получится. Но я здесь, и мое тело работает. И хорошо работает. Фантастика. Деннис, мы тебя очень ценим. Спасибо, что уделил нам время. Спасибо, что был с нами. Зилджин Лайф, сезон второй. Деннис Чемберс, легенда, один из величайших барабанщиков современности. Я очень ценю, на самом деле. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok